и привет 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 сейчас мы отправляемся в горы который находится 6 нам надо ехать 60 километров до места откуда мы будем подниматься подниматься пешком будем 8 с половиной километра мы поднимемся на 1140 метров вверх вот устанем но надеюсь что будем будем посмотреть но надеюсь что увидим очень красивые места будем сильные чтобы подняться нам нужно конечно быть очень очень сильными оставайтесь нами все самое интересное впереди и если погода не подведет и не будет туман и дождя вы обязательно увидите тоже вместе с нами красивые места гор хардс и побывайте на самой высокой точке этих самых гор оставайтесь вот мы и приехали на место называется торфаус нам только нужно найти эту тропинку по которой мы будем идти и будем идти вперед вон там находится та самая гора куда мы будем подниматься может посидим и не пойдем так мы находимся вот здесь да получается вот здесь как он правильно плод брокон вот вот тут фигня вот отсюда до отсюда совсем ерунда вот такую вот монетку да из чего моя чё ты крутишь из пяти центов делаешь себе на память монетку где откуда она выходит ну-ка покажите мне дайте я хочу посмотреть этот момент исторический момент помогает у меня есть мелочь моя покажи покажи классно вот такие вот деревянные всякие статуэточки стоят yellow stone я не умею читать по-английски даже на каком-то написано снизу написано национальный парк национальный парк а просто национальный park видимо написано на разных языках на здесь и зимой такой находится лыжно лыжный курорт горно лыжный курорт и мы здесь уже тоже были катались на самках кто-то катался на лыжах мы на самках катались Вот отсюда, наверное О, если сюда залезть, можно посмотреть Какой там вид открывается Так, а вот тут вот Написано на итальянском, на японском На хинди, на кроатском На литовском, на латвийском На нидерландском На норвежском, на польском и на португальском Так На немецком не написано и на русском не написано Ну, видимо, национальный парк тут написано Скорее всего Ни один язык здесь не обозначено Которым я бы могла что-то понять и перевести Ну, судя, вот польский больше похож на наш Да, что там, парки народ Народови, ну, народный парк, видимо, национальный парк написано Так, где мои люди? Я всех потеряла А где остальные все? Они уже на полпути к Брокну Музыка В 2000 году сюда завезли большое количество вот этих вот рысей Уже мы прошли 3 километра Дорога постоянно идет вверх Хотя, в принципе, я, конечно, немножко тяжело дышу Оно тяжело Но Но прикольно Да, скоро, видимо, будем делать небольшой пикничок Перерыв Такую маленькую моя шишечку нашла И красную И красную И ты нашла шишку? Классную Все, пойдемте дальше Вон, обратите внимание Вдалеке вышка Это и есть та самая точка, куда мы направляемся Брокну И, видимо, нам вот так вот еще Вот как-то вот так вот вдоль, 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 вдоль Вот так вот так вот так вокруг И мы туда придем По указатель Нам до Брокна Осталось 3,5 километра Мы прошли больше, чем половину Здорово Ящичек, сейчас, Май, Май, надо поставить штемпель Так, куда ставить? На книжечку А есть номер, который штемпеля здесь? Подожди, тут должен быть 136 136? 136 А мне теперь на руку Май уж Тебе на руку? Тебе на руку? Тебе на руку? Тебе вот здесь должно стоять Ну, надо здесь стоять Давай на руку В общем, во всяких таких местах, где люди ходят, путешествуют по горам, существуют вот такие вот ящички с печатью, вот такие книжечки и собираешь, значит, печати. Когда ты наберешь какое-то количество печатей, тебе какая-то там медалька дается, выдается. Мы еще пока в этом деле не мастаки, мы только сегодня приобрели такую книжечку, и Май сделала свою первую печать. Печати под номерами. Мы сегодня находимся в том месте, где печать под номером 136. Ой, смотрите, Бамби подглядывает, смотрите, какой олененок ты, Дюйска. Вау, я тебе настоящего олененка посадила. Настоящего хочешь олененка? Это надо в зоопарк. Сигареты лежат. Сваи без эш-сихиара. Это в зоопарк. Да, вот, не кидайте мюль. Тряпки. А я стоя. Смотрите, 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 не кидать, не кидать надо, нельзя кидать. Мусор, а то животные потом умирают, если они будут это кушать. Сюда, на эту гору, с определенных пунктов Хатце, едет поезд. Вот, маленький такой паровозик. На нем можно покататься, посмотреть тоже на горы и добраться до этой горы. Да. Но мы решили поехать, мы решили пойти, пройтись пешком. Вот он, этот самый паровозик. Мы уже прошли больше половины. Нам осталось всего 3 километра до цели. И я хочу похвалить наших девочек, наших умничек, которые шагают и не просятся на ручки. Да, доченька, вы умнички такие. Вы идете своими ножками и не просятся на руки. Вы молодцы, говорю, что вы столько километров уже прошагали. Покажите класс и пусть наши подписчики тоже ставят класс, какие вы умнички. Иди прям по камушкам туда, дочь. Иди прям, не бойся по водичкам. Уже и дошли до этого самого места. Здесь вот в 89-м году, 3 декабря, была разорвана, разломана стена. Между ГДР и ФРД она была здесь открыта, на этом месте. Так, вот мы сейчас находимся вот здесь. Да, мы же вот здесь находимся, в Рокенбангхоффе. А поднялись мы вот отсюда. С торфхауса мы шли по Готове. По этой самой дороге. Когда-то поднимался поэт Готов. Я на садке, да? Поэт и писатель Готов. И вот так вот мы пришли. Вот отсюда мы вышли. Вот отсюда мы вышли. И вот мы поднимались, поднимались, поднимались. И вот мы сюда пришли. Вот мы зашли на смотровую площадку. Очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Вот наш город, где мы живем, Брауншвайк. Наш город, с которым мы приехали. 52 километра. Отсюда до Гамбурга 199. До Бадхартсбурга 88. Нофера 87. И вот так вот по кругу, по кругу, по кругу лежат плиты. И вот он, этот самый камень. Который говорит о том, что мы поднялись на Брокн, который находится на 1142 метра над уровнем моря. Этот вот Гёте, он в 1777 году находился на этой горе. И вот он, который этот вот. Ай-вокартсбург. Белый шоколад. Ай-вокартсбург. Эй-вокартсбург. Эй-вокартсбург. И вот этот, как я ищу, И вот этот, как мы с вами перебираемся. Папа, я вам? И вот он же, как мы перебирались. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, Броку, вон он. И там мы сегодня были. Мы прошли 22 километра, 30807 шагов. Ну вот и закончилось наше путешествие на сегодня. И мы очень уставшие, но довольные отправляемся домой. Нам очень и очень понравилось. Надеемся, что и вам тоже. Обязательно оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Пока-пока!